Я читаю четвертую книгу царств, главу девятую. Елисей пророк призвал одного из сынов пророческих и сказал ему, — Опояж чресла твои, и возьми этот сосуд с елеем в руку твою, и пойди в ромов галацкий. Пришедши туда, отыщи там Иеуя, сына Иосафата, сына, на Мессиева, и подойди, и вели выступить ему из среды братьев своих, и введи его во внутреннюю комнату, и возьми сосуд с елеем, и выли на голову его, и скажи, Так, говорит Господь, помазуй тебя в царя над Израилем, потом отвори дверь, и беги, и не жди. И пошел отрок, слуга пророка, ромов галацкий, и пришел, и вот сидят военачальники, и сказал, — У меня слово к тебе, военачальник. И сказал Иуй, — Кому из всех нас? И сказал он, — К тебе, военачальник. И встал он и вошел в дом. И отрок вылил елей на голову его и сказал ему, — Так, говорит Господь, Бог Израилев, помазуй тебя в царя над народом Господним, над Израилем. И ты истребишь дом Ахава, Господина твоего, чтобы мне отмстить за кровь рабов моих пророков и за кровь всех рабов Господних, павших от руки Иезавели. И погибнет весь дом Ахава, и истреблю у Ахава, мочащегося к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле. И сделаю дом Ахава, как дом Иерваама, сына Наватого, и как дом Ваасы, сына Ахина. И из Авель же сидят псы на поле Израильском, и никто не похоронит ее. И отворил дверь и убежал. И вышел Иуй к слугам Господина своего и сказали ему, — С миром ли? Зачем приходил этот неистовый к тебе? И сказал им, — Вы знаете этого человека, и что он говорит? И сказали, — Неправда, скажи нам. И сказал он, — То и то, он сказал мне, говоря, — Так говорит Господь, помазую тебя в царя над Израилем. И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубою, и сказали, — Воцарился Иуй. И восстал Иуй, сын Иосафата, сына Намессиева, против Иорама. Иорам же находился со всеми израильтянами в Рамофе Галаадском на страже против Азаила, царя Сирийского. Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Израиле от ран, которые причинили ему сириане, когда он воевал с Азаилом, царем Сирийским. И сказал Иуй, — Если вы согласны, то пусть никто не уходит из города, чтобы идти подать весть в Израиле. И сел Иуй на коня, и поехал в Израиль, где лежал Иорам, и куда Ахозия, царь Иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в Израиле стоял сторож, и увидел он полчища Иуева, когда нашло, и сказал, — Полчища вижу я. И сказал Иорам, — Возьми всадника, и пошли навстречу им, и пусть скажет, — С миром ли? И выехал всадник на коне навстречу ему, и сказал, — Так говорит царь, — С миром ли? И сказал Иуй, — Что тебе до мира? Поезжай за мною. И донес сторож и сказал, — Доехал до них, но не возвращается. И послали другого всадника, и он приехал к ним, и сказал, — Так говорит царь, — С миром ли? И сказал Иуй, — Что тебе до мира? Поезжай за мной. И донес сторож, сказав, — Доехал до них, и не возвращается. А походка, как будто Иуя, сына на Мессиева, потому что он идет стремительно. И сказал Иорам, — Запрягай. И запрягли колесницу его, и выступил Иорам, царь израильский, и Охозия, царь иудейский, каждый на колеснице своей, и выступили навстречу Иую, и встретились с ним на поле Навуфея из рейлетянина. И когда увидел Иорам Иуя, то сказал, — С миром ли, Иуй? И сказал он, — Какой мир при любодействии Иезавели, матери твоей, и при многих волхвованиях ее? И побежал Иорам. И сказал Иуя, — Измена, Охозия. А Иуй натянул лук рукою своею, и поразил Иорама между плеч его, и прошла стрела через сердце его, и пал он на колеснице своей. И сказал Иуй, — Бедикару, сановнику своему, возьми, брось его на участок поля Навуфея из рейлетянина, ибо вспомни, как мы с тобой ехали вдвоем сзади Ахава, отца его, и как Господь изрек на него такое пророчество. — Истинно кровь Навуфея, и кровь сыновей его видел я вчера, — говорит Господь, — и отомщу тебе на этом поле. Итак, возьми, брось его на поле по слову Господню. Охозия царь Иудейский, увидев это, побежал по дороге к дому, что в саду, и погнался за ним Иуй, и сказал, — И его бейте на колеснице. Это было на возвышенности гур, что при Ивлеаме, и побежал он в Мегеддон, и умер там. И отвезли его, рабы его, в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его с отцами его в городе Давидовом. В одиннадцатый год Иорама, сына Ахавова, воцарился Охозия в Иудее. И прибыл Иуй в Израиль. И Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала, — Мир Лизамврию, убийце государя своего! И поднял он лицо свое к окну и сказал, — Кто со мною, кто? И выглянули к нему два-три евнуха. И сказал он, — Выбросьте ее! И выбросили ее. И брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иуй, и ел, и пил, и сказал, — Отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кисти, и рук. И возвратились и донесли ему, и сказал он, — Таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего, Илью Фесфитянина, сказав, — На поле Израильском съедят псы тело Иезавели. И будет труп Иезавели на участке Израильском, как навоз на поле, так что никто не скажет это Иезавель.